В один соревновательный день организаторы уместили два крупных события. Уже 14-е по счету первенство городского поселения Одинцова по армейскому рукопашному бою и пятый чемпионат. Возраст участников от 8 лет и старше. В судейской бригаде профессионалы из Ступина, Москвы, Солнечногорска и Одинцовского района. Оба состязания приурочены к главному событию года – 70-летию победы Великой Отечественной войне. Среди почетных гостей – генерал-майор Григорий Иосифович Козыдук. Когда была война, мы выступили на каждом человеке. Счастье, посидуйтесь, надеюсь, для мирных дней. Счастливый человек. Счастливый человек. Счастливый, спокойный и врачи. Я думаю, что вы все такие. Армейский рукопашный бой – молодая спортивная дисциплина. Он зародился в 1979 году в рядах воздушно-десантных войск. Вобрав в себя все лучшее из мировых единоборств, армейский рукопашный бой пришелся по душе не только военнослужащим. В Одинцово эту дисциплину развивает спортивный клуб «Альфа-единоборство». Центром развития по-прежнему остается спорткомплекс Одинцовского ДРСУ. Любые виды единоборств, которые владеют правилами и чувствуют себя готовыми к этому испытанию. Потому что, как вы правильно сказали, армейский рукопашный бой – это такая квинтэссенция всех видов единоборств. Правила позволяют работать и в ударной технике, и в бросковой. Защитная экипировка позволяет наносить удары в полный контакт, не боясь травмироваться или травмировать своего товарища. Восьмилетний Миша из Одинцова занимается джиу-джитсу. За плечами несколько турниров и побед. На первенство города по армейскому рукопашному бою спортсмен вышел без особых опасений. Неважно победить, не победить, главное – получить кайф. По условиям состязания юным рукопашникам предстояло продержаться на ковре в общей сложности две минуты. Ребята постарше дрались три минуты, а взрослые – четыре. По итогам состязания победители получили медали и кубки, предоставленные спорткомитетом городского поселения Одинцова. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.